В жизни бывает много трудных и порой даже кажущихся неразрешимыми ситуаций. Все знают, как сложно в нынешних условиях кризиса устроиться на нормальную работу. Особенно, если нужно обеспечивать семью и кормить детей. А порой, чем дольше длится поиск, тем труднее становится задача. Где-то требуется пройти медкомиссию, где-то профессиональные курсы. А у безработного может не быть денег даже на проезд, не то что на оплату таких услуг. Но выход есть. Центр социальной поддержки населения предоставляет гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, социальный контракт. Чтобы гражданин мог повысить уровень его жизни, во-первых, малоимущей семьи. Дальше это реализовать, чтобы гражданин, не работающий, мог реализовать свой трудовой потенциал. Чтобы он мог устроиться, например, на работу, начинать зарабатывать деньги и обеспечивать тем самым себя и свою семью. Для заключения социального контракта нужно обратиться в Центр социальной поддержки населения. При этом необходимо предоставить справки, подтверждающие, что семья является малоимущей. Либо, если человек проживает один, что его доход не превышает прожиточного минимума. Также никто из членов его семьи не должен быть зарегистрирован как ИП. В рамках социального контракта подбирается индивидуальная программа адаптации, в которой, кроме способствования трудоустройству обратившегося и материальной поддержки, предусмотрена даже работа с психологом. Человек нужна какой-то психологической помощи. Ведь тоже не работать правильно. Каждый чувствует себя каким-то обиженным, униженным. Ну, не может он найти работу. Ему надо, чтобы он свою самооценку поднял. Поэтому, для того, чтобы преодолеть вот такие психологические барьеры, мы можем направить человека в комплексный центр, специалист, психолог, который побеседует. С помощью социального контракта можно получить деньги на прохождение медкомиссии, профессиональных курсов, даже курсов вождения или других необходимых для устройства на работу платных услуг. Конечно, учитывая, что данные средства являются целевыми, и за них придется отчитаться. В случае использования денег в иных целях, их придется вернуть на счет Центра социальной поддержки. Всего в месяц может быть выделено не более 30 тысяч на трудоустройство одного человека. Но в большинстве случаев и меньшей суммы оказывается достаточно, чтобы он смог встать на ноги, найти работу и вывести свою семью из-за черты бедности. За всеми подробностями по данной программе можно обращаться в Центр социальной поддержки населения по адресу Первомайская, 34. Предварительная запись на прием к специалистам по телефону 976-14.